Всем привет, мои дорогие друзья! Я рада вас видеть на моем канале, и у меня сегодня для вас абсолютно весенняя подборка 100% женственных ароматов. Никакого унисекса у нас сегодня с вами не будет, только самые вкусненькие, сочные, такие женственные, романтические, немножко инфантильные ароматы, где за сладость отвечают как раз такие ягоды и фрукты. Здесь все-таки очень воздушное, очень диффузное, и за счет этого ароматы очень, как правило, комплементарные. То есть такое направление, оно хорошо воспринимается окружающими. У меня здесь есть мои новиночки, я вам сегодня их покажу из этой категории, которые я еще не показывала. Здесь будут и стариночки, мои многолетние фавориты. И также в этом ролике я выделю пятерку ароматов, которые лично я хочу, ну вот этой весной и теплой осенью, и частично летом поносить. Давайте, наверное, начнем со старого доброго люкса, с королевы люкса. Ну кто может с этим поспорить, согласитесь? Это, конечно же, императрица, наша любимая императрица, либо ненавистная императрица, кому как. Я в 23-м году купила себе императрицу. Мне очень нравится. Пару раз я ее носила в мороз, потому что я об этом писала у себя в телеге, что больше всего мне нравится, как она звучит в мороз, в холод, зимой. Получается такой классный ледяной эффект, фруктово-ягодный, как будто из холодильника парфюм достали. Очень холодит, интересно. И абсолютно нет никакой химозности, ничего такого не наблюдается. Поэтому, кто не любит, еще раз хочу посоветовать, попробуйте его зимой. Если у вас еще холодно, доставайте императрицу и носите ее. Хотя, вы знаете, я на протяжении всего года слышу шлейф этого аромата, как от взрослых женщин, так от очень молодых девчонок. И это всегда прекрасно со стороны слышится. Поэтому императрица до сих пор рулит, хочу я вам сказать. Аромат номер два. Это уже нишевый аромат. Я вам его еще не показывала на ютубе. Это у нас LM Dulce Pea. Dulce Pea, знаете, таки поправляйте. И этот парфюм у меня очень давно висел в хотелке. Много раз, опять же, я его кидала в корзину. Я его караулила. Много раз он был распродан на сайте, потому что цена на него высокая. Это меня останавливало. Но когда получалось какую-то скидку, промокод применить, то его моментально, естественно, разбирали. А так, извините, 20 тысяч за этот парфюм мне всегда было жалко. И спасибо огромной моей зрительнице, которая подарила мне половину своей миниатюры. Огромное вам спасибо. Вы сэкономили кучу моих денег, потому что я бы жалела. Я бы искренне очень жалела, потому что мое мнение, что этот аромат не стоит этих денег. Он слишком прост для этой цены. И у него очень слабые показатели. К огромному сожалению, он на мне держится не больше полтора часа. Вот такая вот печалька. Этером, это, как вы понимаете, про груши. Любители груш, естественно, за ним охотились также. Но для меня это, да, это сочная такая классная груша. Немножко конфетная, даже не немножко, а множко все-таки конфетная груша. То есть стартует он сочно, очень позитивно, очень молодежно. Классная, звонкая, сладкая груша, которая буквально сразу начинает заслачиваться, превращаться в какую-то такую грушевую конфетку. И к ней подмешиваются еще цветочки. Но это все очень несерьезно звучит, очень простенько. Поэтому, ну, любителям груши я могу порекомендовать затестить. Может быть, побаловаться вот такой миниатюрой. Но, честно говоря, я бы не советовала брать флакон. А третий аромат это, вот это прекрасно. Это чудесно. Это то, что я вам много лет рекомендую. Это, к сожалению, уже вроде бы как снятый аромат. Мне кажется, что вот это яблоко, оно просто обязано войти в историю, как лучшее яблоко Нина Ричи. Потому что удивительно получилось у них воссоздать эффект вот этого огромного, зеленого, сочного яблока, какого-то Грэнни Смит, который вы кусаете за счет ноты ревень. Потому что здесь никаких яблок в пирамиде нет. Здесь у нас ревень, здесь у нас белые цветы, здесь у нас ванилька. Я его обожаю носить межсезонье, когда еще прохладный такой достаточно пронизывающий ветерок. Тогда эта кислинка, она очень долгая, она очень звонкая, она очень сочная. Вот опять мне начинают вырабатываться слюнки. Я очень хочу что-нибудь сразу скушать, когда нюхаю эти ароматы. Здесь ванилька в базе, но даже в базе эта кислинка не пропадает. И получается такой эффект вкусной конфетки, у которой внутри кислая начинка. Знаете, бывают такие жвачки, конфетки, вот у меня такой эффект с этим ароматом. В тепле этот ваниль появляется быстрее, в помещении этот ваниль тоже появляется быстрее. Поэтому самое крутое звучание для меня именно на улице в прохладную погоду. Обожаю, да и посмотрите, какой флакончик красивый. Дальше я хочу показать вам аромат Arabian Wind, который называется Granate. Я на него делала большие ставки, но, к огромному сожалению, Granate здесь я не нашла. Тем не менее, вот этот именно аромат, это мой фаворит, это мой любимчик у бренда. Из 10 ароматов, которые у меня есть, там много достаточно таких сложных осенних композиций, унисексовых, даже ближе в мужскую сторону с уклоном. Но вот этот аромат, это абсолютно женская тема. И это самый люксово звучащий парфюм. То есть, если вы с нишей, ну вообще, как бы не хотите связываться, вот это можно смело покупать, потому что это очень в духе линейки C Armani. Только, знаете, мне кажется, он ближе всего к аромату Fiori, по-моему, фланкеру, в таком пудрово-розовом флаконе, потому что именно там, я помню, добавлены были такие уходово-пудровые, очень нежные, женственные оттенки, ноты. И вот здесь это тоже есть. И больше всего, ярче всего, я здесь слышу прекрасную розовую розу, не тяжелую, не красную, не страстную, не розовое масло. Это именно прекрасная распустившаяся розовая роза, очень женственная, в окружении смородины сладенькой и вот таких припудренных оттенков. Очень красивый аромат, присмотритесь. Продается бренд на сайте Рандеву. Здесь будет еще один аромат от этой марки фигурировать. Напоминаю вам про мой промокод, который вы можете использовать. Он даст дополнительную скидку 10%. Я давайте тогда уже сразу вам покажу второй аромат. Это, конечно, вишенки. Мне кажется, сейчас прекрасное время, чтобы доставать все свои вишневые вкусные ароматы в направлении Lost Cherry. И вы знаете, готовясь к этому видео, я посчитала, что у меня целых 5 ароматов. Во главе, конечно же, с самим Lost Cherry. У меня он в Атливанти, с моего личного флакона, который я покупала несколько лет назад. Остаток я продала и вот оставила себе пятерку. Представляете, за эти годы я стратила всего 3 мл. Возможно, потому что я небольшой фанат вишневых ароматов. Может быть, по этой причине, а может быть, потому что у меня уже вот сколько вариантов. И вы знаете, я тут провела за кадром такое небольшое, как бы очередное расследование. Нанесла опять снова все эти ароматы вишневые. И поняла, что да, при параллельном затесте действительно вы уловите различия. Какой-то вариант более цветочный, какой-то более сахарный, какой-то более плотный, более ванильный, какой-то даже чуть-чуть помадный, какой-то вот правильно вишневый, так скажем. Но когда ты слышишь этот аромат, когда он уже усядется, раскроется со стороны, вот идет человек и от него шлейф. Это, ну, трудно, очень трудно сказать, что на нем именно, какая из версий. Поэтому давайте вот я просто, да, поделюсь своими впечатлениями, какие небольшие, совсем небольшие различия я слышу, что касается Lost Cherry. Для меня это, да, эталонная вишня, основоположник этого направления, который задал этот хит. И здесь я считаю идеальная вишенка, потому что здесь можно найти и ликерную вишню, и вишневую косточку, и компотную вишню, и также здесь есть сок вишни, то есть разные ипостаси вишни, и действительно это звучит не сразу, а по очереди, то есть вишенка меняется. Единственная претензия большинства пользователей – это небольшая стойкость и яркость, то есть, как правило, этот аромат, ну, так хорошо держится часа четыре. Да, он настаивается, но все равно, все равно, как бы это не какой-то супер мощный аромат, и по стойкости, по яркости уже есть другие варианты, которые его обошли. Тем не менее, вот у меня в руках Cherry Pits. Какие здесь я слышу отличия? В серединке я здесь начинаю слышать сахарок. Вот это единственная версия, где прям мне идет такой сахарок, вот как будто прям крупинки этого сахара, и они потом начинают немножечко становиться такими, ну, как это сказать, жены, жены сахара, эффект жены сахара. Потом это уходит, и вот как раз базовый тоже, опять же, очень приближенный к Лос-Черри. Как замена, как альтернатива, более бюджетная, да, абсолютно прекрасно пахнет, никакого спирта, ничего странного, то есть замечательный вариант Cherry Pits. Мне очень понравилось, я знаю, что у бренда Arabian Wind, это, опять же, один тоже из популярных вариантов на тему Лос-Черри. Следующий аромат, это синоним, конечно же, синоним это парфюм, с которого началось мое знакомство с брендом. У них замечательный, опять же, вишневый вариант Лос-Черри, это Louisa 01, и этот аромат, он, на мой взгляд, из всех этих максимально женственный, потому что здесь я слышу больше цветов. В принципе, я, наверное, здесь слышу только цветы, но имеется в виду, кроме вишни, еще помимо вишни я здесь слышу цветы, по сравнению с другими ароматами. Все-таки там, мне кажется, цветов практически нет, а здесь они прям весенние, очень женственные, очень нежные, как будто даже здесь есть цветок вишни. Аромат воздушный, по стойкости, по яркости он приближен к Лос-Черри, то есть это не громче, не ярче, а приблизительно такие же показатели, как у Лос-Черри. Мне очень нравится, знаю, что тоже многие его оценили. Прекрасный аромат, присмотритесь, мои большие рекомендации, этот аромат у синонима я люблю. Следующий вариант на тему вишни, это у нас HFC, и это моя миниатюра, которой будет уже третий год, вот летом пойдет. Я ее брала как раз перед поездкой в Питер, к сожалению, этот аромат там тоже не особо сильно держался, возможно, потому что как раз мы попали тоже на очень жаркую погоду, 30 градусов, и как-то стойкость меня тогда разочаровала, и вот я приехала, забросила, и в принципе его больше не носила, вот тогда столько я сносила, и все. Как видите, это оригинальная миниатюра, это не от Леванта именно миниатюра, а аромата, по-моему, здесь 8 мл, или 7,5, не помню точно, это тоже миниатюра у меня заказанная была на рандеву. Я тогда брала с собой прям несколько миниатюр, чтобы было удобно взять с собой, и как бы при перелете в ручную кладь не было проблем. Так вот сейчас, когда я нанесла этот аромат, я была очень удивлена, потому что в нем появилась явная помадность, и за счет этого это получилось самой взрослой версии, самой такой прямо версии женщины-женщины. И пятая вишневая версия из направления Lost Cherry, это Филипп, конечно же, Макс Филипп Черри, и для меня это самая назойливая, так получается, потому что это самая сладкая версия, самая плотная, самая стойкая, самая яркая, но из-за этого я его ношу меньше всего, и реже всего, потому что он мне просверливает мозг, да, он вкусный, я здесь не слышу, кстати, никакой синтетики, там кто-то говорит, он химозно пахнет, нет, я считаю, что он пахнет просто прекрасно, он очень вкусный, вишневый, плотный, и ликерный, и сочный, здесь все прекрасно, действительно, но база тут слишком для меня сладкая, ванильная, даже какая-то бальзамичная, я помню как-то от одного пшика, я так устала, что я не могла даже от него засунуть, вот так вот, поэтому кому не хватает в этих перечисленных ароматах напора, присмотритесь к Макс Филипп Черри, я когда слышу, что он нестойкий, для меня это просто шок-контент, как это так, Макс Филипп нестойкий, на мне он просто вечный, сделала я тут небольшую рокировочку, и в принципе от вишни мы с вами можем смело переходить к чудесной, абсолютно женственной, абсолютно несерьезной малинке, это Супер Леди, к сожалению, это очень дорогой аромат, да, это 100 мл у меня, я не помню, есть ли у этого аромата 50 мл, по-моему, должно быть, но вообще бренд это дорогой, еще проблема в том, что он не особо стойкий, его за это ругают, я хочу сказать, что да, чтобы его хорошо на себе слышать, чтобы он хорошо держался, я, наверное, делаю пшик в 15-20, я не шучу, я реально им поливаюсь, чтобы прямо на волосах много было аромата, на одежде, и тогда, да, я его прекрасно слышу, он очень хорошо шлифит, очень красиво шлифит, на таком приятном теплом ветерке, потому что я даже нашла свой обзор, чтобы посмотреть, когда я его покупала, это был ноябрь, и как раз там выпадали деньки, очень удачно у нас была, опять же, аномальная погода до плюс 20, я его тогда выгуливала, просто замечательно он открывался, это малинка, причем старт у него, еще эта малинка, знаете, смешивается с ежевика, по-моему, там в стартовых нотах, и вот она дает прям какую-то очень красивую водянистую кислинку, очень натурально звучащую, и потом малина, она такая сахарная, она очень сладкая, вот прям в малинку, в спелую, сочную, которая уже начинает сок у нее выделяться, ее еще присыпали, такой сахарной пудрой, либо вот этим покрытием маршмеллок, в какие-то моменты она мне, кстати, начинает звучать, какой-то малиновой жвачкой, очень вкусный, прекрасный аромат, которому совершенно не подходит черный флакон, как я уже говорила, для меня он должен быть розовый, это прям барбишный цвет, это аромат блондинок, аромат хохотушек, веселушек, очень очаровательных, милых, вот таких вот, как героиня Марго Робби, в фильме Барби, вот этим героиням, очень подошел этот аромат, опять же, я говорила, что героиня блондинка в законе, ей бы этот аромат чудесно подошел, поэтому мужчины, обратите внимание, как вариант подарок на 8 марта, если у вас девушка, такая прям вот божий одуванчик, такой вот прям ангелочек, блондиночка, с большими голубыми глазами, такая вот наивная, милая девушка, этот аромат, прям самое яблочко будет, присмотритесь, чудесный парфюм, очень милый, малина здесь прекрасно звучит, единственный минус, жутко дорогой. Следующий аромат, это уже попроще что-то, но этот парфюм я купила с такой великолепной скидкой, что ничуть не жалею, что я его взяла, это у нас Сеньорина, Сальвадора, Феррагамо, Рибелла, аромат, в принципе, такой девчачий-девчачий, вот если у вас доченька, там лет 14, 13, 12, можно смело дарить этот парфюм, вот деткам, подросткам, молодым девчонкам, студенткам, этот аромат наверняка понравится, кто уже зависает на ниши, конечно, я вам уже, наверное, советую что-то более интересное, что-то посерьезнее, вопреки пирамиде, я здесь слышу ягоды, я не знаю, то ли это вот такой вот глюк, альфакторный, потому что вот флакон такой ягодный, и здесь очень много сочных цитрусов, вместе с приятной такой ванилькой, пломбир у нас, по-моему, мороженое здесь заявлено в базе, получается такой эффект ягодный, мне так слышится, не знаю, как вы пишите, слышите здесь ягоды или нет, и буквально пару дней назад я решила обновить свои впечатления, и посмотрите, как аромат звучит со стороны, когда мне это нужно сделать, я либо на своих домочадцев, кого-нибудь эксплуатирую, как блот рыжевой, либо я брызгаю куда-нибудь на занавеску, открываю окно, чтобы вот этот воздух циркулировал, и аромат разносился, и вот у нас занавеска, смотрю прямо на нее, на кухне, в проходе между лоджией и кухней, и вот ходишь туда-сюда, ту посуду носишь, что там у нас холодильник, посудомойка стоит, и вот все время этот аромат я ловлю, когда прохожу, и вот именно так я услышала в нем розовый перчик, до этого я вообще ничего щекочущего в носу не слышала, а так это самый, наверное, сладкий аромат всей этой подборки, потому что здесь, ну, ваниль, она такая именно пломбирная, сливочная, достаточно сладкая, даже можно сказать приторная, если не переборщить, то может он даже показаться приторным, но тем не менее, мне кажется, что именно весной, именно летом, он будет интереснее все-таки звучать, потому что мне кажется, что в холоду может химозить. Следующий аромат от арабского бренда Лазурь Парфюм, он так и называется, Лазурь, очень красивый, такой летний, посмотрите, бирюзовый флакончик, это арабский бренд, который делает абсолютно ароматы не в арабском стиле, это абсолютная попса, это очень должно понравиться молодежи, поэтому, если меня молоденькие смотрят, можете смело идти и тестировать эти ароматы. Стойкость у них у всех разная, у меня есть отдельный обзор, кстати, на канале, если кому нужно, я ссылочку оставлю в инфоболстике, заглядывайте, и этот аромат, кстати, один из самых стойких, один из самых ярких, сочных и цепких, то есть он остается в помещении, он ходит за вами, то есть ты возвращаешься через время, а там этот аромат стоит, если вы такое любите, но при этом, чтобы это не было плотно, грузно и мощно, то, пожалуйста, присмотритесь. Когда я первый раз его протестировала, получила, он мне сразу напомнил ароматы направления light blue, то есть это такая отпускная тема, это вы прогуливаетесь по побережью, очень таким прекрасным солнечным днем, вам не нужно никуда спешить, и очень много фруктов продают, и делают прям тут перед вами эти всякие сочные смузи, всякие нарезки в пиалах красивых, потому что здесь очень сочные, очень вкусные, спелые-спелые апельсинчики, спелые мандаринчики, вот целая такая нарезка на тарелке, и еще сверху положили немножко маракуйя спелы, то есть вот прям идет оранжевый, такой морковный, оранжевый, солнечный цвет, желтый цвет, позитивный, радостный, это очень сочно, очень вкусно пахнет, все это размешанное, какой-то приятной акватики, без лишней соли, и в базе он становится как будто по текстуре плотнее, то есть если вначале он прям сочный, опять же у меня с рынки начинают, простите, вырабатываться, вот он вначале прям сочный, как будто вот брызги, нарезают фрукты, брызги летят, а потом вот эта текстура, она как будто плотнеет, и получается такой эффект, какого-то фруктового пюре, по моим ощущениям, он такой несерьезный аромат, я сначала не была уверена, что я себе его оставлю, но решила, что я лето хотя бы должна точно с ним прожить, и сейчас он кстати постоял, он стал, он стал такой классный, вообще ничего сомнительного, ничего синтетического, потому что я знаю, что этот бренд ругают, это такая достаточно доступная ниша, в принципе на нее тоже часто срабатывают какие-то промокоды, можно урвать за хорошую цену, вот сейчас он стал гораздо лучше, чем когда я получила посылку, и несмотря на то, что я отстаивала аромат, и разнашивала аромат, сейчас он вообще замечательно звучит, ну что ж, это были ароматы, которые классные, которые я люблю, которые вам рекомендую, но сейчас покажу самую главную пятенку, на которую я хочу сделать акцент, чисто для себя, в разносе, в носке, на эту весну, мой, несколько летний фаворит, которому я пою оды, и я не перестану просто хвалить и восхищаться, этой туфелькой, работой Биша, чудесная туфелька, друзья, это просто, я считаю, эталонный женственный аромат, настолько он получился идеальный, вот просто все компоненты в идеальной дозировке, о чем он, если вы до сих пор не пробовали, есть такие, это розы, опять же нежные розовые розы, это прекрасные ягоды, здесь есть очень приятная кислинка, которая освежает аромат, и это красивущая пудра, то есть есть косметические моменты, вы знаете, в принципе можно сказать, что с всей этой подборки, вот эти два аромата, в своей сборке, именно в сборке, что есть и косметический момент пудры, есть цветочность, есть кислинка ягод, вот они перекликаются, но они не похожи совершенно, совершенно не похожи, еще раз хочу сказать, не похожи, и не взаимозаменяемы ни в коем случае, но вот по сборке, я думаю, вы понимаете, о чем я, они вот, можно сказать, ближе всего друг к другу, очень стойкий, очень женственный, супер комплементарный, аромат, шлейфовый, я обожаю эту туфельку, и за все это время, я вот могу сказать, что с ней смог посоревноваться, только LM, с каким-то сложным названием, которое тоже прислала моя зрительница, за что и огромное спасибо, но для меня в той версии, убрали косметический момент, и усилили сочность, и холодность фруктовую, может быть, когда-нибудь я его тоже куплю, тот аромат, как такое дополнение к моей туфельке, но вот этот тот парфюм, который я хочу задублить, чтобы он у меня был, обожаю, можно любить этот дизайн, этот флакон, но я готова его любить, за этот аромат, мне в принципе эти туфли, вполне себе нравятся, вполне, аромат номер два, из главной моей пятерки, это Синьорина Феррагамма, это люкс, замечательная новинка, которая у нас стала в прошлом году, опять же, достаточно стойкий, яркий шлейфовый аромат, который, к моему удивлению, не заслащивается к базе, как это часто бывает в люксе, а наоборот, у него самая сладкая, такая яркая часть, это середина, а в своем раскрытии, он прям такой легенький, нежненький становится, да, стандартно такой цветочно-фруктовый, легкий, воздушный, ну, мне это нравится, да, в нем, но фишка, почему меня зацепил этот парфюм, почему мне запомнился, потому что я здесь слышу почерк, такую фишечку чудесного парфюмера Жерома, Жерома Пинет, по-моему, это тоже один из моих любимых парфюмеров, очень талантливых, который делает практически все ароматы для Вильгельм Парфюмер, который, вы знаете, прониклась к этому бренду, у меня уже целая полка, и ролик, наверное, уже вышел про мои новинки, замечательные, если пропустили, обязательно посмотрите, и это парфюмер, который сделал этот аромат, и для меня он сюда добавил вот тот самый дымок из Дорогой Поли и из Пруста, смешал опять же с этими фруктами груши, слива у нас, тут опять же цветочки, да, это не так явно, как в Дорогой Поли, но все равно в середине я это слышу, какой-то вот такой дымок фруктовый, получается такой эффект фруктовой сигаретки, конечно же, образно выражать, по парфюмерному совершенно, то есть это не странно пахнет, кто-то со мной согласен, кто-то мне писал, что да, они тоже это слышат, кто-то писал, что не слышат совершенно ничего такого, но в общем, у меня есть такой момент, именно это меня зацепило в этом аромате, именно это заставило купить этот парфюм, я считаю, что он пахнет дороже своей цены, и уже у меня был случай, когда я поймала шлейф чудесной девушки, очень красивой, ухоженной, такой стройной, модно одетой девушки, которая шла, и от нее тянулся просто замечательный шлейф этого парфюма, у нас тоже были, когда такие, аномально теплые дни, как раз это был такой вот период, чудесный аромат, и я хочу, я хочу, чтобы от меня тоже пахло, и чтобы другие люди тоже слышали такой же чудесный шлейф, как услышала я от девушки, я извиняюсь, немножко заговариваюсь, потому что я снимаю это видео второй раз, первый раз, когда я снимала, я отсняла, взяла, монтировать свои файлы, и увидела, что как-то у меня сфолз кадр, и у меня просто нет половины головы, и мне пришлось зарядить камеру, и снова сесть, чтобы снова это рассказать, поэтому извините, если вдруг буду как-то заговариваться, третий аромат, это моя тоже большая любимка, которую я вам хвалю, уже тоже много-много раз хвалила, и говорила, какой он классный, это ателье колонь, Pacific Climb, просто чудо, что мне попался официальный пробник этого аромата, потому что я на бренд не смотрела, и честно говоря, бы еще не смотрела, наверное, бы несколько лет точно, потому что я всегда считала, что это какие-то нестойкие одеколончики, колонии, ну как же я ошибалась, и там действительно второй пробник был совершенно нестойкий, который улетел за 15 минут, а этот аромат продержался до утра, и конечно же, я его купила, и посмотрите, в большой бадье, и буду уставлять себе, ну точно, в миликах 50, а это у меня флакон 200 мл, это лаймы, очень сладкие, потому что их посыпали сахаром, но они такие вот сочные, они все равно сохранили в себе вот этот тонизирующий, охлаждающий момент, и на них еще сверху положили кусочки льда, потому что тут еще мята есть, наверное, она еще так классно охлаждает аромат, тонизирующий такой эффект создает, очень классный, здесь есть кокос, и это тот случай, когда кокос вообще себя никак не проявляет, вот действительно, здесь нет ни Рафаэлки, ни кремовости, ни солености, что еще у нас там кокос может давать, пляжную какую-то тематику, ничего из перечисленного здесь нет, но каким-то чудом получается эффект, я об этом тоже рассказывала, что в раскрытии как будто натерли на терке красные сладкие-сладкие яблоки сочные, и вот я его так слышу, даже чем-то такой эффект для меня есть в спиге, перекликаются они для меня, но это аромат совершенно разный, но вот именно этот мясистый какой-то яблочный, сладкий, сочный эффект для меня, вот есть в спиге похожий, обожаю, я не знаю, мне писали, что это нестойкий аромат, что брали там пробники себе где-то в другом месте, я не знаю, на мне это держится великолепно, также этот парфюм любит моя дочка, потому что на молодежи и детям это точно понравится, и она приходит, когда, и вечером, когда мы укладываемся спать, она распускает волосы, я слышу от нее этот парфюм, поэтому я считаю, что он очень стойкий, я его обожаю, если я еще когда-нибудь найду что-то прекрасное от ателье колонии, обязательно приобрету, и так, извините, что долго, может быть для кого-то, если что, включайте скорость 2х, или хотя бы 1.7х, и поверьте, мое видео станет сразу очень динамичным и классным, следующий аромат, это тоже моя любимка, это аромат, который превзошел в свое время, все мои ожидания и представления, у меня даже есть видео распаковка первых впечатлений, я там просто в шоке, потому что я его заказывала, как тоже такой сочный, несерьезный аромат, так вот побаловаться, думала, будет такой милый, позитивный аромат, но нет, это очень красивый, безумно женственный аромат, в своем раскрытии, это тот парфюм, который, кстати, меняется до неузнаваемости, вот цитрусы у него, кстати, в старте перекликаются для меня, вот стилистики с цитрусами из лазури, они такие же, очень сочные, очень сладкие, прямо стекающие соком, брызгающие, очень натурально классно звучащие, и несмотря на то, что есть ананас, как бы, да, простите, никаких ананасов я здесь не слышу, здесь именно больше для меня апельсины, мадрины, прям сладкие, 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 какие-то красные грейпфруты, которые не горчат, вот чем-то этим они перекликаются, но раскрывается он потрясающе белыми цветами, очень женственными, в нем появляется как будто такая немножко древесная пудрочка, то есть это очень-очень-очень красивый, женственный, безумно шлейфовый, тонкий, изящный аромат, и в своей базе, в самом-самом конце, я даже в нем немножко слышу, очень такую мягкую, красивую амбру, и завершаю я свое видео, друзья, моей новиночкой, к сожалению, это самый дорогой аромат из этого видео, это у нас 12 французских парфюмеров, аромат называется маркесак, и это не слепая покупка, потому что, тоже видео про виш-лифт, я рассказывала, что он у меня в хотелках, потому что мне попался от моей зрительницы, остаток от леванда, то есть там уже жидкость и выпарилась, и на донышке, там буквально на два пшика, осталась такая темная жидкость, уже маслянистая практически, и, как я уже сейчас могу сказать, верхатом, конечно, абсолютно точно выпарились куда-то, испарились, и осталась уже такая сладкая, вкусная база, но, тем не менее, аромат мне очень понравился, для меня это был запах айвового варенья, аромат был очень сладостный, очень сочный при этом, но девушка Инга мне тогда сказала, Карина, имею в виду, аромат настоялся, то есть, да, он и выпарился, и настоялся, и на самом деле он гораздо воздушнее, чем ты его описываешь, здесь я могу сказать, да, он воздушнее, и здесь я очень хорошо в старте слышу яблоко и клубнику, это, кстати, тот парфюм, который пахнет клубникой, и действительно ее слышно очень точно, и сегодня я еще брызнула этот парфюм на мужа, и первое, что он сказал, он просто мой натренированный уже, но с мужа сказал, что яблоко и клубничное варенье, потому что, да, здесь сладость, конечно же, есть, сразу она чувствуется, но, чтобы вы понимали, это не тот эффект, когда ты ешь варенье, то есть нет здесь липкости, здесь нет густоты, какой-то тягучести, тянучести, нет, это воздушный достаточно аромат, и сладость здесь очень воздушная, и скажу, что, к сожалению, клубничка, вот кто хочет имени за клубники купить, ну, к сожалению, клубника, по моему мнению, уходит быстро, то есть она буквально 10-15 минут, ее уже нет, и тогда аромат вот для меня превращается в такой аромат варенья, который разнесся по всему дому, и это такой сразу телепорт детства, когда мы с сестрой летом забегали к бабушке домой, она варит айвовое варенье, и вот по дому этот запах, во двор этот запах проник, повсюду этот запах, это так вкусно, почему айвовое варенье вообще не знаю, но мне прям идет айвовое варенье, возможно, потому что яблочное варенье, оно чем-то, кстати, и по запаху, по вкусу тоже напоминает айвовое варенье, если его прям переварить, и оно такого карамельного цвета, вот мне всегда казалось, что он не похож, хотя сам парфюм, он вдохновлен прекрасным парком, садом марки Сак, я надеюсь, что правильно произношу, который во Франции считается таким ландшафтным шедевром, очень красивый, интересный действительно сад, там такие кустарники, оригинально постриженные, в виде лабиринтов, в виде каких-то фигур, с парком, с садом, с природой вообще никаких нет ассоциаций, потому что сказать, что здесь есть деревья какие-то, что здесь есть травушки, муравушки, цветы, нет, вообще ничего такого, для меня это именно фруктовый, сочный, очень классный аромат, вот он бы, кстати, вполне мог называться мечты о Париже, на этом все, друзья, спасибо огромное всем, кто посмотрел это видео до конца, как я сказала, удалось, оно мне непросто, поэтому буду очень благодарна моим дорогим зрителям, которые поддерживают мой канал лайком, поддерживают мой канал комментариями, какими-то вопросами, какими-то ответами на мои вопросы, всем огромное спасибо, увидимся в следующих роликах, пока-пока.